Есть реперные точки, есть критерии определенные. Мы четко определились, поколение нынешнее должно не уйти, оно никуда не уйдет. Это больше половины населения, куда оно идет? Оно должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, к власти. Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь решаги. Вот оно и есть в НС и так далее. Нынешний президент не вечен, придут новые люди, кто они будут. Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны. Не будет так, как в 1994-м избирали этого президента. Тогда ошалели все, тогда не знали, что делать. Увидели вот нарастающую этих, ну ворушек, коррупцию, бандитизм, который был в стране. Стреляли, убивали на дорогах и так далее. И людям надо было какое-то спасение. Ну вот они воткнулись в Лукашенко. У Горбачева был, раскрутили его, председатель комиссии по борьбе с коррупцией. Я там выступал открыто, честно, никого не боясь и прочее. Ну да, совершенно случайно наткнулись и избрали. Сейчас этого не будет. Сейчас уже народ ушлый, не та жизнь. Одно дело говорливое президенты, а другое, что за ними что-то стоит, какой-то опыт и так далее. Ну общество другое. Поэтому уже думать о том, что изберут там случайного, как когда-то в середине 90-х, этого уже не будет. Будут люди избирать осознанно. И вот для этого момента нам надо, это Конституция, надо, чтобы нормальные люди прошли к управлению. И чтобы мы потом локти не кусали, что могли чего-то исправить, а рычагов не оставили. Я же в открытую это говорю. И ВНС должно сыграть эту роль. А это проверенный орган. Шесть прошло. Вот это от жизни концепция, что нынешнее поколение за собой оставляет какие-то рычаги управления. Но при этом очень опасно допустить двоевластие. ВНС оно должно сдерживать в чем-то президента там все органы власти. Вече народное. Но оно не должно давлеть над президентом, над его полномочиями и так далее. Редактор субтитров А.Семкин